Алматинские врачи провели операцию полицейскому пострадавшему в результате наезда на один из блокпостов. Напомню, авария произошла утром в поселке Коксай, Карасайского района Алматинской области. Погибли два сотрудника полиции. Известно, что виновник ДТП в нетрезвом состоянии протаранил заграждение, а затем и патрульную машину. Наш корреспондент Александра Солмина узнала, как себя чувствуют полицейские после операции. Автомобиль марки BMW мчался с той стороны, вдруг на пути у пьяного водителя возникла преграда, которая его не остановила. Сначала он врезался в бетонный блок, на котором, кстати, остались следы от бампера. И только представьте, с какой скоростью нужно было ехать, чтобы диски разлетелись на кусочки. Затем он перелетел через ограждение, и уже там произошел смертельный удар. О страшной трагедии напоминают обломки запчастей, огромные пятна масла на земле и то, что осталось от палатки, в которой постовые обычно проверяют документы и разрешения. В этот момент там никого не было, а вот в патрульной машине дежурили двое сотрудников. Фарида Сафарова встает рано, говорит, в 5.30 услышала страшный грохот, как будто взорвалось что-то. Гора пыли была, и удар сильный был. Я когда выбежала, я увидела, что машина оттуда ехала, я не понял, она оттуда ехала или отсюда, там лежал парень молодой, в форме тоже. Сюда прибежала, здесь лежит, и в машине он уже, женщина потрогала, она сказала, что он уже, я не знаю, они сутками здесь, они охраняют нас, и в дождь, и в снег, всегда вежливые. В этой ситуации скорая очень долго ехала, скорой не было. Ребята сами молодые, они растерялись. Чтобы вызволить полицейских из груда искореженного металла, машину пришлось распиливать, говорят очевидцы. Один из стражей порядка, старший лейтенант Жараш Жангазеев, скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. Его коллегу, сержанта Достана Абдеканова, в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, но он тоже погиб от полученных травм. За жизнь еще одного пострадавшего до сих пор борются врачи. К медикам он поступил с переломом основания черепа. Когда в него влетел осколок бетонного заграждения, Ербулансий Дозым стоял с планшетом на своем посту. Пациенту проведено оперативное лечение, резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. Тяжесть состояния пациента обусловлена полученной тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. А вот виновник трагедии отделался легким испугом. Водитель, который допустил наезд, был в нетрезвом состоянии. Водитель остался жив, там получил легкие телесные повреждения. Но в данный момент сейчас проводятся следственные мероприятия, допрашиваются и уточняются все обстоятельства ДТП. Полицейских с дежурства не дождались семьи. Уже раз о Жангазиево остались двое детей. Малышу Достана Абдеканова всего месяц. Стражи порядка пообещали поддержать семьи погибших. Но это не вернет им родных людей. Отмечу, это уже второе ДТП здесь. В апреле нетрезвый водитель тоже совершил наезд на этот блокпост. Тогда полицейский получил серьезные травмы.